В Одесской мэрии продолжают брать кредиты. В четвертый раз полмиллиарда гривен в Альфа-банке. Эдуард Гурвиц прокомментировал кредитную политику нынешней мэрии на своей странице в Facebook. Мне часто приходится слышать, да, Труханов заигрался с кредитами, но ведь и вы грешили тем же самым. Именно вы положили начало этой практике. Как же вы можете критиковать его за кредиты, если между вами нет никакой разницы? Разница есть. И она даже не в условиях, на которых получен кредит, не в процентах, под которые он взят, хотя и то, и другое тоже могут сказать о многом. Основная разница в мотивах обращения за кредитом. Очевидно, что кредит может быть инструментом обеспечения устойчивого развития, как это и происходит во всем цивилизованном мире. Но может быть по преимуществу инструментом финансовых манипуляций, как это происходит сейчас в Одессе. Для воровской власти любой инструмент – кредиты, приватизация, генплан, зонирование, любая реорганизация, сокращение или расширение штатов, любая реформа – это лишь способ украсть. Для этого российский паспорт, открытые на него офшорные счета в Панаме, амбарные книги, черная бухгалтерия с заранее выделенными суммами, на подкуп судей, прокуроров, полиции, чиновников всех рангов, содержание РЗАЦ-СМИ, РЗАЦ-социологов и РЗАЦ-экспертов. Мы, наша команда, брали кредиты, задыхаясь от нехватки средств, имея прозрачный план их освоения. Они берут кредиты, имея в разы больший бюджет, сумасшедшие средства на депозитах и не представив никаких внятных проектов, оправдывающих заимствование. Совмещать несовместимые кредиты с депозитами – это ноу-хау одесских варюк из нынешней мэрии. Есть такая шутка. Депозит – это когда у тебя есть деньги, но ты живешь так, как будто их у тебя нет. А кредит – это когда у тебя нет денег, а ты живешь так, как будто они у тебя есть. В одесских реалиях и депозит, и кредит – это когда у города всегда нет денег, а на счетах проходимцев с Думской они всегда есть. Когда и одесситы, и уголовные отцы города за чертой бедности, но по разные стороны.